Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я поеду и, вернее, сейчас собираюсь, видите, как раз-таки крашусь и всё такое. Я сегодня еду на мероприятие, которое посвящено интернет-маркетингу. В прошлом году мне не удалось сюда попасть, потому что у меня какие-то дела были, как обычно. В общем, ну, знаете, как бы чисто технически это связано, конечно, с моей работой, бывшей, как бы. Вот так как я раньше и периодически подхалтуривала в интернет, как интернет-маркетолог. Вот, и сегодня я поеду туда, там будет выступать Дудь. Вот, и, ну, знаете, на самом деле у меня к Дудю такое всегда было несколько, может быть, даже предвзятое отношение, но как личность и как творчество мне очень интересно, что он делает, поэтому я с удовольствием хочу видеть лично и с удовольствием хочу послушать то, что он будет говорить, как спикер, так скажем, вот. Ну, и приезжает Стив Возник. Стив один из со-владельцев, вернее, правильно говорить, со-основателей компании Apple. И мне также всегда хотелось кого-нибудь из них увидеть, либо Стива Джобса, ну, все знают, что с ним случилось. Все очень странно, но я приехала на мероприятие, посвященное интернет-маркетингу. Ой, надеюсь найти работу. Шутка. Какая там работа, блин? Субтитры сделал DimaTorzok Так, короче говоря, вернулась я с мероприятия, вот, хотела подвести какие-то некоторые итоги, плюс хочу вам показать часть того, что там было и, ну, какие-то свои комментарии выставить на этот счет. Там была очень классная музыкальная пауза, которая мне очень понравилась. Это была каста. Начняя мечты, и больше всего меня удивило, что сидят люди, вроде бы, да, такие, как бы, солидные, серьезные, предприниматели все, и вот с такими каменными лицами просто. Неужели предприниматели не слушают музыку? Мне вот это интересно, неужели они ничем не интересуются? Мне друг сказал, что, типа, ну, который там со мной был, он сказал, что, типа, ты понимаешь, это, скорее всего, просто, ну, не их аудитория, да, то есть, ну, не их музыкальное предпочтение или что-то еще. Например, выступала Полина Гагарина, которая, кстати, офигенно поет. Вот, вот, честное слово, мне так понравилось, я в первый раз слушаю Полину Гагарину вживую, и у нее потрясающий голос, и вот, если вы когда-нибудь хотите узнать, что такое, когда человек хорошо поет, вот, серьезно, сходите на концерт, либо сходите на то мероприятие, где будет выступать Полина, у нее очень сильный голос, у нее потрясающая подача, и у нее очень красивый тембр. Вот, ну, под Полину Гагарину тоже все сидели вот с такими лицами, и просто, ну, единственное, что снимали на телефон, все, как бы, это, это единственное, что ничего такого не было. Я там, просто, я сначала сидела очень далеко, и когда выступала Каста, я так вот, так вот, прям вот, что-то хотелось, какие-то движника, а народ просто как зомбированный сидит, и все, то есть, ничего, ему не надо, все, короче, мне-то хотелось сказать, чего вы сюда пришли вообще. Вступление Стива Возника я ждала очень долго, и, ну, в том плане, что я всегда хотела познакомиться с кем-нибудь, кто бы приехал из Штатов и был именно таким отцом Эппла. Всегда хотела послушать лекции тех людей, которые основали Эппл и стояли у истоков этой компании. Вот я, в общем-то, дождалась. Это было одно из самых, мне кажется, интересных выступлений от Стива Возника. Я прям вот так вот слушала, я отсняла только чуть-чуть, и хочу показать вам, вот. Но я что хочу сказать? Остальное, кроме нашего Дудя, да, ну, остальное-то просто была вода. Просто ни о чем. Удивительно, как многие люди платят бешеные бабки за какие-то вот такие вот мероприятия, на которых ничего интересного не говорится. Никакой информации не было, ничего. То есть, если, например, Стива можно было послушать по поводу, ну, потому что это Стив, да? И почему еще можно было послушать? Все-таки мне хотелось первый раз у настоящего прям источника, который создал Эппл и так далее. Просто хотелось послушать его мысли, его какие-то планы. Он очень крутой душевный человек, он очень абсолютно спокойный, он очень мягкий. Он такой же, как многие люди считают, что счастье не в деньгах. Даже несмотря на то, что он богатый, он раздал эти деньги. Ну, в общем, если бы вы знали больше, мне кажется, биографии его, вы бы понимали, о чем я сейчас говорю. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Здравствуйте! Я рад, что здесь. Для меня большая честь снова оказаться в России. Вы знаете, я родился с двумя целями в жизни. Во-первых, я всегда хотел быть людям и наслаждаться жизнью. И во-вторых, еще в раннем возрасте я всегда хотел стать инженером. Знаете почему? Потому что инженеры создают то, что улучшает и улучшает жизнь людей. Вот таких людей мне интересно слушать, но когда пришел человек, который создал CarPrice и вот это вот все остальное, это был такой нудный, такой какой-то неинтересный монолог. Мало того, он еще заставил людей встать на стулья. То есть он это объяснял тем, что вот, допустим, поднимите руки, кто зарабатывает больше 20 миллионов рублей. Там подняли руки люди и их попросили встать на стулья, короче, и посмотреть как бы, ну, чтобы почувствовать разницу вот эту вот свысока, да, когда ты чего-то добился, а остальные нет. И потом попросили встать весь зал, и весь зал практически стал, я понимаю, что не все встали, я тоже не стала вставать, как бы ты ходишь по земле этими ногами, потом ты будешь вставать на стул, я хотела сказать, чувак, ты что, дурачок, что ли, совсем? Кстати, у этого человека есть свой канал на ютубе, но я не буду о нем писать и ссылки оставлять, мне кажется, как-то, ну, не совсем правильно, вот. Вот, ну, просто для меня это удивило, когда весь зал, ну, практически весь зал встал и, как бы, ну, как ни в чем не бывало, то есть как будто они по улице в этих тапках не ходили, а потом жопами не приземлились на то место, куда вставали, вот. Рекорд мира! Рекорд мира! Самая базовая постановка цели стоящего стуле! Так, селфи-модус! Теперь каждый из вас представляет себе картинку будущего, картинку будущего, и сделайте селфи, и запомните этот момент, выставьте в социальные сети, расскажите другим об этом. Давайте на три делаем самую массовую, одновременное воображение в человеческой истории. Раз, два, три. Спасибо, ребята! Ну, и плюс само выступление было очень нудное, вот это вот ля-ля-ля-ля-ля, мне не понравилось выступление Ленинграда, потому что он все это читал по бумажке, и это как-то шнур, я имею в виду шнур, и это как-то прям, как-то, приходить на публику перед Олимпийскими, читать по бумажке, ну, не знаю, чувак. Как бы ты в Инстаграме гораздо круче пишешь, поэтому мог бы, наверное, что-нибудь поинтереснее рассказать, но это все, ладно, короче, это все-таки отступление. Очень популярно, потому что, естественно, никому не хочется конкурировать с компьютером, например, кому это надо. Зачем вам нужен компьютер, который просто так сидит у вас в спальне, правильно? Компьютер в то время не использовал для технических вещей, как налоги, продажи, ауди, бухгалтер, да кому это надо? А вот игры, игры хотели все. Игр это то, что заставило людей покупать в массовой форме компьютера. Так вот, мы решили пройти копировку по-человечески. И вот так получилось, что через некоторое время другие производители, конкуренты Apple начали копировать наш подход. Раньше ничего подобного не было. И самое интересное, что другие подходили к этому из человечества. То есть они не имели цветовой полиции, в то время как наша полиция гораздо больше, то есть количество цветов, которые нашли, которые могут синтезировать на экране, было гораздо больше, чем у других производителей. Конечно же, дуть. Вот что Юра может либо раздражать кого-то, либо он дико нравится кому-то. То есть такого средничка нет. И что мне понравилось у Дудя, на самом деле у него очень подвешенный язык, и он очень грамотно рассказывает. И я считаю, что у него было очень хорошее вступление, его действительно приглашают на разные мероприятия, и он действительно каждый раз эти мероприятия начинается вот с одной фразы, типа я не знаю, зачем меня пригласили вообще, как тут, что я. На самом деле, если подумать логично, я тоже не совсем понимаю, зачем пригласили Дудя, потому что он, я не могу сказать, что он предприниматель, что ему это интересно, но в конце концов он просто человек, который со своей командой создал YouTube канал и очень удачно выстрелил. Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! Я не знаю, зачем меня сюда позвали. Предположительно сказали, мне сказали, что поговорить немножко про медиа. Я не знаю, зачем для 20 тысяч человек говорить про медиа в стране, где медиа давным-давно изнасилованы и выброшены на обочину. Но я попробую рассказать в том контексте, который был бы интересен вам. А вам было бы это интересно, исходя из того, что каждый, и я когда готовился, видел предыдущие выступления и на этой конференции, и на всех остальных, при всем респекте к организаторам, мне казалось, что очень часто это похоже на праздник про Киши и Солянки. Я имею в виду не здесь, а вообще в большинстве таких мероприятий, когда к вам выходят люди, и успешные, и им задают вопрос, ну скажите, скажите, как добиться успеха? И человек говорил бы какие-то вещи из серии, если ты упал, надо подниматься и идти вперед. И после этого всегда звучали овации, я офигевал от того, как это бессмысленно, как это неправильно. Я решил, что хотя бы какой-то действительно важный призыв, пусть он здесь зафиксируется. Второй слайд. Это тут все-таки доля успеха есть, но Дудь закончил свое выступление и закончил на очень хорошей ноте, так скажем. В общем, туда стоило пойти только ради этого. Вот, и в принципе, я, наверное, скорее всего, более-менее так в красках описала про это мероприятие. Леонид Парфюр, самый успешный кейс этой зимы. Человек, который до последнего... Насколько я знаю, все, что я сейчас говорю, я знаю, исходя из инсайдов, я могу где-то ошибаться, хотя многие люди почему-то думают, что наша большая команда имеет отношение к запуску клуба Леонида Парфюнова. К сожалению, это не так. Мы не настолько ловко обладаем шилом, который могло бы заставлять людей на такие инициативы идти. Так вот, Леонид Парфюнов пришел на YouTube с очень простым, очень несложным форматом. Человек сам себя снимает, ему помогает, насколько я понимаю, один человек, продюсер, и он же монтажер, который просто накладывает фотки, делает чуть-чуть склейки. Но когда вы что-то делаете для YouTube, надо делать дешево. Понимаете вы, кто ему считает, что это за программа? Это не Big Russian Boss, это не Big Russian Boss. Это программа «Ночной контакт», который, как я понимаю, я не могу утверждать, потому что я не знаю, я просто знаю, что она снимается в стенах большой компании «Амедиа». Я бы, не знаю, если бы не вот эти вот спикеры, Стив и Юра Дудь, то, скорее всего, я бы, наверное, просто не пошла туда, потому что мне это мало интересно, и вся остальная информация. Если вы вдруг хотите стать маркетологом, если вдруг вам это интересно, вы всю эту информацию можете найти в интернете. Там есть масса информации по поводу того, как продвигать YouTube-каналы, как продвигать тот же Telegram, как продвигать, ну, короче говоря, как всё делать, как всё развивать. Поэтому, если кому-то интересно, вы можете всю информацию там найти. Вот. Собственно, в принципе, это всё, что я хотела вам рассказать. Это просто были мои эмоции по поводу мероприятия. И это такой некий один день из жизни, потому что я так очень часто бываю где-то, я очень часто что-то рассказываю, ну, по крайней мере, раньше мне так было. И очень часто меня куда-то приглашают, вот, на какие-то либо такие всякие тусовки. Так что зовите, я с удовольствием приду, поснимаю. Вот. Возможно, затащу ещё с собой своего друга, который тоже ходит, снимает всё это. Вот. И я надеюсь, что то, что видео вам понравилось, хоть всего лишь это был влог один день из жизни, так скажем. Вот. Вот. И работу я не нашла, ну, никакие проекты я не нашла. Конечно, контакты я подрезала, и, конечно же, я напишу им по поводу всяких проектов, обязательно напишу на e-mail. Почему бы и нет. Да, чуть я не забыла, очень большое количество людей меня просило снять видео про слаймы. Вот. И я сейчас думаю, выбираю, какой лучше слайм сделать. Это D&Y видео будет. И одна девочка мне вконтакте написала, что можно сделать из яиц. И если у вас вдруг есть какие-нибудь прикольные идеи по поводу слаймов, которые бы я, например, сделала, засняла и выложила на канал, я, конечно, с удовольствием это сделаю и сниму. И потому что, не знаю, мне это просто интересно, и, ну, мне это по кайфу делалось. Тем более я ни одного D&Y не сделала. Я, вернее, отсняла один D&Y, и у меня он не получился. И я что-то как-то подзабыла или подзабила. Ну, в общем, я не стала снимать дальше. Поэтому, если, вот, именно по слаймам, если у вас есть какая-то идея, как это можно, ну, какой-то рецепт, так скажем, с ингредиентами, я с удовольствием, конечно, сниму и выложу на канал. Вот. Теперь я точно с вами прощаюсь. И все. До следующего видео. И обязательно увидимся скоро. Я вас всех очень люблю. Пока-пока-пока-пока-пока. Я, конечно, понимаю, что очевидно, что корабль здравого смысла в России потихонечку идет под воду. У людей, которые на этом корабле присутствуют, есть три модели поведения. Выбрасываться за воду и пытаться бежать. Оставаться внутри и принимать все, как есть. А есть третий вариант. Это когда вот он уже наклонился вот так вот. Ты на корму вылезаешь, достаешь как-нибудь старое, занозистое пианино. Открываешь его. Какая-нибудь красавица рядом с тобой находится. Ты одной рукой прижимаешь, а другой на этой пианинке играешь. И даже идя ко дну, ты веселишься. Потому что понимаешь, что что бы ни происходило, люди, которые хотят что-то вокруг себя поменять, они все-таки должны пытаться до последнего веселиться. Ну и, возможно, вдруг она стабилизируется. А если не стабилизируется, то, по крайней мере, вы весело уйдете на это самое дно. Я бы очень хотел, чтобы мне удалось оказаться до конца на третьей модели поведения. И я желаю, чтобы большинство из вас сделали так же. Рок жив, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...